Покою Ереван по разным причинам должны быть заинтересованы в переговорах с международным посредничеством, даже по формуле переговоры есть результаты нулевые. Новая война в складывающейся геополитической ситуации создает серьезные риски для всего Закавказья, а не только для азербайджанского или армянского руководства. Станислав Тарасов, 20 сентября 2020 года, 11 часов 12 минут, Регнам. Недавно сопредседатели Минской группе ОБСЕ МГОБСЕ с участием личного представителя, действующего председателя ОБСЕ Анджи Каспшика после консультации в Париже и обсуждения ситуации в регионе в свете недавнего приграничного обострения между Азербайджаном и Арменией предложили конфликтующим сторонам начать переговоры без предусловий. При этом они отдельно провели переговоры по телефону с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и отдельно с министром иностранных дел Армении Заграбом Мнацаканяном. Их пригласили в ближайшие недели лично встретиться с сопредседателями для дальнейшего уточнения позиций сторон с целью возобновления серьезных предметных переговоров. В заявлении ОБСЕ ничего не говорилось о согласии или несогласии глав МИД Азербайджана и Армении на такую встречу. Отмечалось только то, что сопредседатели приветствовали конкретные приготовления к возобновлению деятельности по мониторингу и готовность всесторонне содействовать переговорам по мирному и всеобъемлющему урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта с Т. в соответствии со своим мандатом в ОБСЕ. Но сразу возник вопрос о том, что понимать под словесной формулой без предусловий, готовность начать переговоры с чистого листа или переговоры о переговорах с целью продолжить обсуждение прежней повестки, которая лежала на столе переговоров глав внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении до Тавузского кризиса. Со стороны МГО БСЕ перевод этой формулы с дипломатического сленга на обычный язык не последовал, что наводит на многие размышления. Прежде всего, бросаются в глаза недавние заявления главы МИД России Сергея Лаврова о необходимости сохранить прежние договоренности и наработки МГО БСЕ по урегулированию конфликта, на что не отреагировали другие страны-сопредседатели. Это позволяет сделать вывод о том, что в Минской группе либо произошел раскол, либо обозначены противоречия по карабахскому урегулированию, о которых не заявляют публично. И лишь с учетом этого фактора можно вписать в определенную логику последующие события и заявления, с которыми выступают лидеры Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха, обозначая основные фабулы противостояния. Начнем с Баку. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал пространное интервью азербайджанскому телевидению, общественному телевидению и Риал-Тиви, в котором, в частности, выразил отношение к переговорному процессу по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта. Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент, Эйзи, переговоры фактически не проводятся. Я говорил, что ради имитации мы не будем участвовать в переговорах. Это не означает, что мы отказываемся от переговоров, заявил Алиев. Это означает лишь то, что мы не хотим присоединяться к хитрой для нее политике Армении. Наше участие в переговорах ради видимости будет соответствовать этой видимости. Фактически глава Армении сорвал переговорный процесс. Не срывает, а сорвал. Потому что их бессмысленные заявления, шаги провокационного характера, делают переговоры бессмысленными. По словам президента, еще одна провокация со стороны Еревана заключалась в требовании того, чтобы Азербайджан вел переговоры с Нагорным Карабахом, а не с Арменией. По мнению Алиева, это также означает изменение формата. И, конечно, мы никогда не сможем с этим согласиться. Фактически эти заявления дают основания говорить о том, что Армения вышла из переговоров. Не мы, а Армения. Действительно, Ереван и Степанакерт выдвинули семь условий по урегулированию конфликта, одно из которых предусматривает участие Нагорного Карабаха в переговорном процессе по урегулированию конфликта. В то же время, премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что условия, которые армянская сторона предъявляет для проведения переговоров по Нагорно-Карабахскому урегулированию, не являются предусловиями. По его словам, есть некоторые принципы в переговорном процессе, которые армянская сторона не считает предусловиями. При этом Пашинян назвал конструктивным заявление сопредседателей МГОБСЕ, ранее выступивших с предложением начать переговоры без предварительных условий. Алиев парирует, переговоры ведутся между Азербайджаном и Арменией. Это открытая позиция Минской группы и ее сопредседателей. Эта позиция имени однократно заявлялась как официально, так и за закрытыми дверями. Они в Армении должны понимать, что, если армянские вооруженные силы не покинут наши земли, мира не будет, и они сами об этом пожалеют. Этот сигнал он посылает не Пашиняну, а МГОБСЕ, указывая, что страны-сопредседатели должны не выступать за переговоры без предварительных условий, а предоставить новую, приемлемую для Баку повестку. Тогда кто же фактически срывает переговоры по урегулированию? Никол Пашинян, президент КГ, Нагорно-Карабахский конфликт, старейший на постсоветском пространстве. Эксперты уже давно расписали его теоретическую часть и детали, которые фигурировали и фигурируют в публичном пространстве. Как пишет в этой связи портал «Кавказский узел», если плясать от печки, то процесс переговоров вокруг Карабахского конфликта начался еще в ходе войны 1992-94 годов. Минская группа ОБСЕ была образована в 1992-93 годы. Ныне действующий формат переговоров сложился в 1997 году. С тех пор Нагорный Карабах не участвует в переговорах. Баку удалось перевести переговорный процесс в русло территориального спора Азербайджана и Армении. Но в дальнейшем бакинской дипломатии не удалось конвертировать свои достижения в конкретный результат. Во многом вовсе не потому, что против него играла и играет умная армянская дипломатия. Если Степан Акерт – это сепаратист, то для его возвращения под свой контроль Азербайджану необходимо было использовать уникальную методику с приемами мягкой силы, а не выступать с позицией силы. Чтобы нейтрализовать процесс развития независимой государственности Нагорного Карабаха, надо было проводить внутренние конституционные преобразования, отказываться от ведения жесткой информационной войны, искать возможности, в том числе финансово-экономические, выставляющие преимущество для Степан Акерта в сотрудничестве с Баку, а не с Ереваном. Но агрессивный подход Азербайджана исключает возможность проживания в одном государстве – азербайджанцев и армян Нагорного Карабаха. Вывести ситуацию из такого состояния нынешнее руководство в Баку не способно. К тому же политика интеграции с Турцией по принципу «одна нация, два государства» отталкивает армян Нагорного Карабаха из-за опасений оказаться в новой Османской империи. Азербайджан и турецкие совместные широкомасштабные тактические учения в 2020 году. МОД.ГАВ. Эйзи. Все остальное – дипломатическая бутафория, потому что нет основы для урегулирования конфликта. Если возвращаться к детальной конкретике, то Баку и Ереван по разным причинам заинтересованы в переговорах с международным посредничеством, даже по формуле переговоры есть, результаты нулевые, что, кстати, соответствует теории переговоров. Вместе с тем у Азербайджана остаются несколько опций. Одна из них – согласиться с вводом Степанакерта в переговорный процесс и попытаться переиграть ереванскую дипломатию в этом формате. Вторая – начать новую войну. Однако не стоит забывать, что неудачи в Карабахской войне привели в 1993 году к смещению Абульфааза Эль-Чебея с поста президента Азербайджана. Новая война в складывающейся геополитической ситуации создает серьезные риски, и не только для азербайджанского руководства. Отсюда третий вариант – действовать по сценарию замораживания конфликта до лучших времен. Время для выбора пока еще есть.